Всем привет! Это видео о новом голосовом ассистенте от Яндекс, Алиса. Яндекс представил свой новый сервис, который аналогичен и даже в чем-то является конкурентом для Google Assistant, Cortana или Siri. Виртуальные голосовые помощники призваны упростить наше взаимодействие с устройствами и сервисами. Вместо того, чтобы блуждать по графическому интерфейсу в поисках нужного пункта меню, вы можете просто скомандовать «Включи музыку» или «Подскажи прогноз погоды». Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. Алиса доступна в версиях как для компьютера, так и для Android и iOS. Скачать и установить приложение можно, перейдя на страницу ассистента по ссылке, которую я оставлю в описании. На основной странице есть ссылки только в Google Play и App Store. Чтобы скачать версию для ПК, перейдите в меню «Управление компьютером» и нажмите «Установить». Процесс установки абсолютно стандартный. Если говорить о версии для ПК, то после завершения установки в панели задач Windows появится поиск в Яндексе и на компьютере, интерфейс которого очень похож на картану. Кликните на нём и запустите голосовой ассистент сказал «Привет, Алиса» или нажав кнопку с микрофоном. «Привет, Алиса». «Как дела?» «Теперь, когда мы снова разговариваем, намного, намного лучше. Надеюсь, у вас тоже всё хорошо». «Что ты умеешь». «Вот что я могу». «Кто ты?» «У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса». «Ты человек?» «Я так не думаю». «Какая завтра в Токио погода?» «Завтра в Токио. От плюс пятнадцати до плюс девятнадцати. Облачно». «Цена билета на самолёт Мурманск-Магадан». «Найдётся всё». «Аналогичным образом, ассистент работает и на Android или iOS-устройствах. Обратите внимание, что Алиса встроена в приложение Яндекс. Установите его, чтобы иметь возможность пользоваться ассистентом. Также из приложения можно открыть последние открытые папки, программы и закладки Яндекс.Браузера. Настройки ассистента минимальны, но они также есть. Возможности Алисы можно перечислять бесконечно долго, но с основными пользователь может ознакомиться или даже опробовать, кликнув по кнопке со знаком вопросов «Версии для ПК». Или перейдя в меню, пункт, что умеет Алиса в мобильной версии приложения. Это получить быстрый ответ на какой-то вопрос. Найти нужное место рядом. Узнать погоду. Проложить маршрут. Определить свое местоположение. Узнать точное время или дату. Найти что-то в поиске Яндекса или перейти на желаемый сайт. Запустить какое-то приложение. Узнать новости и курсы валют. Узнать о пробках на дорогах. Или просто поговорить. Давайте протестируем. Какое сегодня число? Сегодня в Киеве 23 октября. Запусти опера. Выполняй. Новости. Рассказывает мой коллега из Яндекс.Новостей. Скончался бывший участник АЦ, DC Джордж Янг. Австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах АЦ, DC и CBA, скончался в возрасте 70 лет, сообщила АЦ, DC. В Минтруде опровергли планы по повышению минимального трудового стажа. Расскажи анекдот. Робот заходит в бар и заказывает мартини. Бармен берет у робота тысячную бумажку, приносит сдачи 100 рублей и ждет, когда робот возмутится. Робот молчит. Наконец, бармен не выдерживает и говорит. К нам не часто заходят роботы, а робот ему. С такими ценами, ничего удивительного. Конец анекдота. Открой Яндекс. Открываю. Кто я? Вы мой любимый пользователь. Сколько тебе лет? Мой возраст, не дом и не улица. Кажется, я перепутала песню. Простите. Где я? По моим данным, вы находитесь по адресу Киев. Какой у тебя IQ? Никогда не задумывалась об этом. Тупая. Обидеть бота может каждый. Так как Алиса это еще свежее приложение, то у пользователей возможны проблемы с ее настройкой или использованием. Чтобы не вдаваться в подробности, я в описании оставлю ссылку на официальную страницу Яндекса с вариантами решения возможных проблем. От себя также хочу добавить, что если у вас провайдером заблокирован доступ к сервисам Яндекс, то и Алиса естественно работать не будет. В таком случае, чтобы разблокировать ее работу, можно использовать одно из многих VPN-приложений. О том, как работают, где скачать и установить VPN-приложения на Android и IOS, на нашем канале уже есть ролик. Ссылка на него будет в описании. Приложение с аналогичным функционалом также есть и для ПК. Ссылку на топ-10 я оставлю в описании. Лично мне понравился HideGuard VPN. Он простой и бесплатный. Ссылку на страницу разработчика оставлю в описании к видео. На этом все. Если данное видео было интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.